Ну что ж, дорогие дамы и господа, мы продолжаем наш тренинг по мануальной терапии. И сейчас мы рассмотрим мануальную правку шеи лежа, когда человек лежит на спине лицом вверх. Соответственно, ну, предварительно обязательно его надо размять, согреть мышцы, да? Либо отправить там в баньку по пальцу, да? Либо там хотя бы тёплым полотенцем, как-то ему вот согреть шею. Лёгкие массажные движения. Расслабляйся, расслабляйся, голова лежит, лежит. Лёгкие массажные движения, вытягиваем её, постоянно декомпрессируя. Все наши техники безопасны, потому что у нас идёт постоянная декомпрессия. Даже в трастовых техниках. Ну, вот я там сразу почувствовал по осесным отросткам, где какие искажения. Внизу, седьмой, шестой позвонок ушли вправо. Вот тут, по-моему, второй аксис, развернут, ротирован влево, получается, по часовой стрелке. Третий, четвертый, тоже вправо. Ну, вот можно тоже провести такой тест. Компрессия, вот так вот больно здесь, с этой стороны, нет? Так, вот с этой стороны. Сажим, мне больно, да? Ну, и вот грудные позвонки тоже там вот. Третий, второй не на месте. Значит, дополнительно вытягиваем ему шею. Таким методом мы упираемся в живот и помогаем больше растянуться мышцам задним, раскрепоститься и заодно массажем такими легкими движениями согреваемых. Соберили, расслабили. Теперь все мышцы, воврушения по очереди на растяжение. Сначала вот эта вот сосцевидно-грудинно-подключичная, вот она сразу видна. Мы ее растягиваем в месте крепления. Она очень нежная, поэтому на нее обычно не давится, не массируется. А здесь мы вместе, вместо, в месте крепления для включиться, вот таким методом растягиваем. Движение достаточно такое мягенькое, легкое. Чувствуешь, что стяжеление, да? Переходим к следующим мышцам. Захватываем за череп снизу, прямо возле уха, а своим предплечьем накладываем ему на челюсть. Вот уже развернули уголок, да? Своей рукой в плечо давим в противоположную сторону. Получается, ну, тут даже видно, на камеру, наверное, далеко не видно. Вот такое растяжение в плоскости перпендикулярной оси позвоночника. Следующий прием. Оставляем руку здесь, но переносим ее на скулу, верхнюю скулу. И тянем уже по 40 градусов у нас получается движение. В плечо вниз. Следующий прием. Переносим руку на затылке. Остается, да? А здесь височная кость. И растягиваем уже под углом 10 градусов относительно оси позвоночника. То же самое проделали с предоположной стороны. Ну, я быстро покажу. А сейчас мы будем тренироваться. И на практике, конечно, мы сделаем более правильно. Еще со многими нюансами, которые, к сожалению, на видео не всегда попадают. Поэтому лучше приходить на занятия. Очень вкусно, да? Чуть-чуть вкусно, да? Вот уже при таком растяжении слышен траст. Хотя, пока мы только сделаем тракцию. Тракция это растяжение. Теперь подбираем вот череп, руки свои, да? Кладем. Тут важно почувствовать, чтобы... Давайте, кстати, там скажу. Вот как бы позвоночник идет, да? А вот этот вот череп. Вот эта точка, где он вот так вот болтается. Прямо на таковой почувствовать, что, да, отдельно такая точечка, точечка такая, ну, расслабленная. Человек должен полностью расслабиться. Да, вот тут, да. Где мозг спинной входит в черепной мозг. Позвоночник входит в череп. Подкладываем под руки свои, да, под пальчики мягко. И так вот балансируя, проверяем еще раз на раскачивание. Раскачивание, качание, кивание и наклоны. Правой лево. Латеральные наклоны. Вот еще расслабьте, не держите. Вот, расслабьте. Потянули, прощупали. Опять же, так же, прощупывая, может, с большими, по-разному пальцами, ну, либо большими, прощупать фасеточные суставы, боковые отростки шейных прямоков. Он расслаблен. Остистые отростки, все прощупали, да, вот, он расслаблен. Мы это уже чувствуем, что он готов. И теперь подкладываем одну руку практически под эту точку на перепонку между большим, красным пальцем. Второй рукой можно ладонью в челюсть. Да, предупреждайте, чтобы она желательно глаза закрыл, челюсть столкнул. Ну, мягче будет, если вы подплечьем. Вытягиваем несколько тракций. Делаем вдоль измоночника. У некоторых видно, особенно у женщин, что там вот растягивается, там, на 20 сантиметра шея. Сверху, 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 сверху. Латерофлекция и ротация влево. И еще раз вдоль оси позвоночника. При повороте, когда мы делаем латерофлекцию и ротацию, мы должны наблюдать, чтобы кончик носа оставался на одной линии с позвоночником. На одной оси с позвоночником. Ну, и теперь мы делаем сами приемы. Не знаю, давайте я до конца, наверное, не буду это делать. Просто продемонстрирую, чтобы себе оставить возможность попробовать все это. Соответственно, поворачиваем голову, обходим чуть стол, да, вот так вот, чтобы наша ось нашего тела, да, и точка донтянь была на против рабочей зоны. Поворачиваем голову и расслабляем ее тем, что понимаем, как она расслабленно крутится. То есть, на область воздействия, на голову, шею, как бы накатить. Не в эту сторону, получается, да, а снизу вверх. Будем подставлять руку под те позвонки, какие нам нужны. Нижние позвонки, там, седьмой, шестой, да. Средние позвонки и верхние, второго позвонка, да. Соответственно, под нижнюю позвонку подставляем руку вот этим, это косточкой ладони, да, идем туда. Похоже, когда он висел, он встал вот так вот вниз, да, вот здесь сфинкса. Вот такой же накат снизу, снизу вверх. Только здесь удобно получается. Раз, сделали, потом среднюю часть. И вот верхнюю часть удобно делать. Либо вот так мы уперлись в челюсть, да, получается, вот, поймали, расшатывающий момент и, произвели. Когда я расслаблюсь, так вот спокойно, легко все происходит, безопасно, да? Если вам не хватает вот такого движения, да, чувствуешь, что там все-таки мощная шея напряженная, да, тогда мы упираемся через плечо. Привез плечо, подвернули голову и будет посильнее, потому что еще с дополнительной тракцией. Вот так получилось. Нормально? Все отлично. Теперь. Если позвонок ротировал, у нас был ротирован второй позвонок в эту сторону. То есть он ротирован по часовой стрелке, но его ассистово-вотростап вышел сюда. Значит, надо вот сейчас будет ротировать в противоположную сторону, представьте, ассистово-вотстап вот сюда, вышел, да? Надо будет сделать упор в него в обратную сторону, а череп относительно него повернулся в противоположную сторону. да наоборот не путайтесь значит мы под него подкладываем ну по сути любую это опять на ту же самую косточку до кладем позвонок 2 и вокруг него разворачиваем через руку на себя через противоположную сторону это уже ротация была так ну практически это сделали ну давай приемы не салфетка тоже есть обычная бумажная уезда будем терапии будем проводить прием сейчас просто покажу несколько видов приема на вытяжение сделаем сделаем чуть попозже это он сделает сейчас надо будет тренироваться так смотри если не получается да вот такой пользу последнее движение сделал да то можно попросить человека пододвинуться сюда голова свесилась вниз так чтобы плеч были еще чуть вот он висит голова уже дополнительно растягивается и в это позе мы опять подносим руку подножим позвонок нам захватываем латера уже не флекция экстензия назад потому что да и с ротацией будем поворачивать в челюсть в сторону достаточно резкое движение даже можно сделать производить не буду просто продемонстрирую сдвигайся обратно ну и теперь компрессионное такое воздействие резкий львов за череп получается траст хруст можно услышать до грудного отдела там это ушей надел до поясничного отдела и даже чуть ли не до копчика может дойти каким способом вот это самый первый способ упрощение значит опять подставляем руки вот так вот вот основание черепа второй рукой за челюсть держимся здесь ногами прямым углом плотно придерживаем столбами расшатали мы понимаем что нужно сделать чувствует после этого такое легкое движение на себя чем все пропуском движали если нам нужно этот верхний позвонки если нужно нижние позвонки до подальше и держим вот все уши целиком опять же берем все за челюсть шатали может сделать небольшой ротации что если там чувствуем что они повернуты до позаположен сторону тянем на себя по движению вы легкая на хорошо и готов имеет свой смысл а если с человеком посерьезе надо поработать да тогда мы применяем дополнительные средства такие как простынь полотенца ну как они там тряпочка любой в принципе захват вот такой первый захватили как бы сделали такую пеленочку то есть вся голова весь череп у нас обернут получается да вот в ней покачали растрясли он же очень хорошо расслаблены и дернули на себя не буду дергаться адресом тоже всем тел отъезжай от стола здесь нам важно отпустить от зажима нашей тряпочкой до нижнюю челюсть провести его через скулу через скулу нижнюю челюсть не нужно второй способ мы захватываем прямо под основание черепа висит дополнительно раскачали достаточно приятно бывает потянули на себя растрясли на все стороны асимметрично потянули захватили опять завершенную скулу уперлись ногой стол чтобы стол не ехал можно попросить товарища придавить ноги ноги это ниже таза они придавливаются либо держишь тут надо либо угромут убежать либо сесть сверху на войне со всем телом на войне цель так да вот лучше конечно с партнером и с каким-нибудь помощником но я подергать не буду господин остыжу до возраст если не раскачали вверх-вниз тут важно чтобы череп немножко загнулся назад и и после этого делаем раз